вот как эта парковка выглядит днем вы знаете заезжая сюда вчера вечером я думал что здесь вообще никого не будет что мы тут вдвоем с яуеном так и будет ночевать нет она ехала немножко машин но это все только благодаря янцем дорожной сети вот мы стали потом удалка приехал еще больше никого не было ты чу такой грязный сегодня у нас что пятница все-все-все манчумазы пятница 14 время пол седьмого утра так вот еще видите за зовут еще четыре машинки приехала здорово мы вас вчера кормили сегодня кормить нечем пока что что это тоже конкурента гоняет что вы хотите ничего нет у меня ничего я вообще рак кормил косточками минут через 15 подходи банда вот а так мы сейчас будем выезжать по светлому еще раз посмотрите комариков сколько вчера насобирал вечером так надо лобовичу немножко протереть шоя в ген замерз мышцы автономку включил с мэрс бедолага так авто все хорошо все хорошо все хорошо как зовут же меня звать я сам прихожу жулик мой даже чипированный смотрите фига себе чипировали до пушка воткнули они сейчас я вам покажу выезд отсюда только днем кстати вот с этой ночью воздух был на месте туда же вот тому лайку продают ведь душ даже и за 100 рублей какая автоколонна какая-то бывшая была здесь автобаза какая-то ну как переночевать так можно заехать я вам так сказать зато тихо от дороги далеко кушать я не знаю чем тут кормят не кормят мы не кушали так чеку попили но это просто ночью до было стремно вателька сюда заезжать ну и вот зимой тоже вопрос такой как этот чистят тут не чистят а так это город борисоглебск борисоглебск это нас уже какая область воронежская воронежская область по 8 утра двести тридцать три километра до выгрузки видите как устно дома тут все и вот сейчас сейчас мы с этим вазиком будем разъезжаться вазиком-то разъедемся не проблема хавал кого куда хавал ну так вообще оригинально ну да ладно в общем-то терпим да я с дороги 500 метров проехать ты не так уж и много и вот так сейчас борисоглебск проехали проедем туманно туманно все осень смотрите туманно народе все до белых мух осталось то тут раз-два и обчелся а если куда-нибудь уйти сибирь на dv так ну еще можно и в этом же рейсе уже белые мухи вы следующее налево-налево резко тут повернуть как бы совсем удобненько тут гурочку тем как говорил что тут еще какой-то вот переезд переезжаешь или был переезд и и потом налево тоже какая-то типа стоянка есть а вот наверно тоже столовая написано но будем знать как чисто ночь перекантоваться в общем-то и нормально только зимой можно лучше исключить так далеко съезжать потом выезжать ищите тебя вытащит сейчас он просто поедем посмотрим я так чисто визуально помню вот отсюда сторону воронежа ближайшая нормальная стоянка который это вань город она такой возможно даже там и там остановимся на вот магазин сходить потому что хлеба нет от слова совсем обоих вот паркинг тоже написано какой-то 50 метров и мойка для грузовиков ну тоже такой же такая же территория какого-то предприятия светофор светофор один низких цен жалко что не успел повернуть налево хотя нет молодец вытянулся хоть чуть-чуть пока дождешься пока тут все проедут первостепенная наша на сегодня задача это грузится и получить подтверждением по нашей загрузке вот она на 127 вот интересно данные что лимонца так это еще практически два часа езды магнит семейный стать негде чтоб сходить первостепенно новостепенно поэтому повторяю вот 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 vista вот так сейчас вот это там вот ? , вот 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 восьмого, ну так, я думаю, часам к одиннадцати должны быть, поэтому по Борисоглевску все светофоры соберем, пощупаем, понюхаем, послушаем, высотый бензин, шестьдесят, сорок семь стоит, махровка, воронеж, двести пятнадцать, а у нас не сам воронеж, у нас Новоусманский район, в районе Новоусмани, а нет, или да, короче, короче, Машка типа знает куда ехать. Борисоглевский, большой город. Довольно-таки. Сейчас видите, самый час пик, утренний движ, туда-сюда, все, кто на работу, кто уже с работы, и такое бывает, кто куда, зачем и почему. Детишки в школу идут. Тут я тоже знаю, что я тут прям тут останавливался, в магазин ходил. Сейчас рано еще магазины не работают. Сегодня однозначно надо попасть, потому что завтра самовар ставить будет нечем. Да и сегодня обедать еще там пару баночек борщица осталось. Суп без хлеба как-то я не знаю. Я не умею так есть. Суп без хлеба. Суп без хлеба. Давай, ученик. Суп без хлеба. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По взлетке едем... Основная дорога идет вот там, за теми кустами, за той посадкой... А здесь вот видите, взлетно-посадочную полосу сделали... Ну, наверное, для каких-то целей... То есть, если когда здесь соберется кто-нибудь приземлиться... То отправят всех ехать за этой посадкой... А пока вот... Прямо здесь вот, смотрите, как... Вся бы такая была, да? Вот тут две полосы и тут... Центр свободен, ну, по центру... Ну, что-то следов не видно от самолетов... Наверное, сделать сделали, а еще пока... Использовать не использовали... На всяком случае, как заехал, я не видел, чтобы с той стороны кто-то там приземлялся... Сейчас вот до конца доедем, посмотрим... Ну, все равно было бы видно... Я так думаю... Я не так нашелся... Маша в шоке... Где мы едем, давай... По идее, сейчас закончится уже... Сколько надо? Километра три, наверное, может... Четыре... А нет, вот есть какие-то... Или это нет, или это так что-то... Нет, наверное, есть... Вот уже прилетали тут... С этой стороны заходили, приземлялись... Пара штук... Интересно... Для чего нам тут понадобилось? Останется тайной... Хотя... Может быть, кто-то и знает... Анна... Анна... Здрасте, Анна... В общем, прогноз-то оправдался... Под Борисоглебского первая стоянка была... Вот здесь, ну, не доезжая Анны... Может, километра три-четыре отсюда... Паровой там... Или как целью это называется... А так все... Стать негде... Если кому будет полезно и интересно, имейте в виду... Так, остановка запрещена эвакуация... Ну, с эвакуацией, конечно, сложно, но... Наказать могут... Видно, тут людям надоели... Здесь становится... Сейчас посмотрим... Если получится где-то швартануться, то надо... Посетить какое-нибудь местное сельпо... Я ходил... Но... Это... Не помню... Где... Где-то, по-моему, машина на стоянке стояла... Тут, наверное, с левой стороны где-то стоянка должна быть... Сюда же я не заеду, правильно? Ну, заехать-то я заеду, потом не выйду... О! Циркушку эту я помню... Нет... Почему циркушку? Тут церковь... От реставрации сейчас... Вот магнит ТАПа... Но... Встать негде... Ничего себе тут не только церковь... Тут такой комплекс... Вон пятерка... В принципе, можно было прямо на территорию пятерки заехать... Но мы вдвоем... Ну и... Ну и сами понимаете... Народ может быть недоволен... Ну не найдем тут... Будем смотреть дальше что-то... Мы еще там через Новый Успань поедем... Где-нибудь... Сходим... Не такая уж... Большая... Критическая... Прошу прощения... Большая критическая проблема... Просто когда вопрос возник... Закрыть бы этот вопрос сейчас... И все... Ну не закроем сейчас... Закроем через час... Делоут... Ага... Это у них тут... Типа центр... Площадь центральная... Вечный огонь горит... Респект... Тут можно вставать... Было бы... Так как куда идти... Некуда... Тоже вот... Центральная... Центральная... Центральная часть... Вот... По-моему... Сюда... Вроде бы... Я ходил... А где-то с левой стороны... Стоянка... Если не ошибаюсь... Вот там... Чуть подальше... Чуть подальше... Ночевал тут... Один или два раза... Да... Что-то не вижу я тут... Что-то перестроилось... До того магазина... Я не помню... Не... Значит не сюда ходил... Или вон... Что-то... Нифига я тут... Не могу понять... Ну... Ночевал тут... Давно конечно... Это было... Что-то как-то тут все... Стало... Совсем по-другому... Давненько... Давненько... Туда... Не заносилась... Судьба... Судьбинушка... Сюда... На эту дорогу... Нифига я так и не увидел... Ни одной стоянки... Может я чё это это... Где... Обалдеть... А если бы сюда доехали... Где ночевать... Где хочешь... В поле... Если бы мы уже сюда доехали... Так... И тут не было в стоянке... Да-да... И всё... Уже до места... Поехали... 104 километра осталось... А... Ну надо... Всё это и мешаете... Допустимую скорость... Всё... Неожиданно... Ну... До свидания... Анна... Ладно... Всё... Процветание вам... Новая Усмань... Идем параллельно... Платному участку... Ну... Получается... Мы когда отсюда... С этого... С Балисоглебска вышли... Мы на платку не попадаем... А нам нужно... На Тамбовскую трассу... Да... Она так бежит... Интересно... Интересно... Нам нужно... На Тамбов... Можно как бы попробовать... Вот здесь... В Новой Усподи... Да прямую... Уйти на Тамбов... Ну вот... Что-то сейчас... Ну я не знаю... Можно здесь грузовикам ехать... Нельзя... Нет... Ну там что-то... Вот смотрю... Машина набрала... Уходит вроде... Сейчас посмотрим... Вот подъедем... Глянем... Или... Это там... Машина... На заправку... Заехала... У меня... Машка сюда... Не ведет... Машка ведет... Прямо... А... Ну вот... Грузовиком... Прямо... Указатель... Скорее.... На право... Через Новую Усмань... Сюда... направо да ну просто что сюда по всеми дорогами ехать вот пятерка тут не станем спрестать можно было но короче сейчас выйдем на м4 на платку и потом там зайдем уйдем в сторону тамбова не будем придумывать велосипед поедешь куда-нибудь как забьешься в этом не будешь начать делать 25 километров еще как здравствуй город воинской славы город воронеж пламенный воронеж прямо сам воронеж то не надо хотя наверно если я вот так вот с юга на север я его пересек полностью здесь заезжал до самого центра и с той стороны до самого центра заезжал все нормально сейчас укладку пройдем и через два из половины километра в сторону тамбова уедем и там уже немножко нам остается там нам остается совсем чуть-чуть из 21 к 11 должны приехать здесь контроль с этой стороны стоит наверно будет и стоит стоять турция возвращался здесь они тоже состояли тут всех подарят туда-сюда там фишками он и как сейчас он понаставили чудо и отзорька надо было правее ехать что не тут зеленым нарисовали а тут не работает ну и с этой стороны тоже вот видите контролируют что меня смутило это зеленая дорожка обычно зеленая это значит и спас был а ну да армения кажется армению пропустить нельзя как и белорусы эти иностранцев что-то хлопают вот оказывается эти чисто по транспондеру они были правее ну да ладно самое главное заняться второй ряд если ты уже занял второй ряд ты хотя бы есть уже по полосе а он в телефоне сидит дед старый и пофигу что его машину там пол полосы уже правой занимает это неважно и пофигу что его машину там пол полосы уже правой занимает все четырнадцать верст осталось на месте ну не ну а не нет а нет 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 Какой-то индустриальный парк нам надо. Там это кондора наша. Это большие склады разные. Я так думаю. Сейчас вот крутим. А, вот индустриальный парк перспектива. У меня сейчас пугает. Налево. В общем, совсем какие-то чагиря заедем. Через 140 метров держитесь. Тут еще 3 километра от дороги. Как асфальт. Видно, раньше грунтовка была. Сейчас смотрите, асфальт. Видно, что новенький. Парад Казах тут. По координатам еду, не знаю. Сейчас куда приедем, а там потом будем смотреть. Туда приехали, а не туда. В принципе, дорога тут говна. Другой нет. Можно еще и прямо поехать? А Шунчик? Куда? А нет, есть какая-то вон. Кузьня тропа и по прямой. Поверните налево. Так мы нигде хлеба и не купили. Дай бог не зависим здесь. Еще казах. Там казах, тут казах. Наверное, это же что-нибудь такое похожее везут. Когда-то с растаможкой в Казахстане. Привозили, вернее. Что у нас здесь? Здесь все открыто. Так вот, свободный, да? Ага. Свободный, так свободный. Так, сейчас направо нужно будет повернуть. Это что? КТМ. Это не то. Немножко. Ну, все понимали. Что ж так? Пускай так. Так. Еду по координатам. Надеюсь, туда, куда надо. Янберг. Деус. Открылись. Адет от Либазол. Муральский гранит. Это не то. Через 300 метров поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Нам вот сюда правее. Ну, как бы. Если тут есть проезд направо, потом налево. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Ну, я хрен его знаю. Вообще, нужно сейчас где-то здесь вставать и идти спрашивать. Куда ли мы приехали? Пойдем узнавать. Пойдем узнавать. Все, запустили. Я уже под рампу. Женьке тоже сказали, заезжай. Сейчас меня выгрузят, потом его. Поворот раскрыл. Сейчас под рампу встану. Пойдем узнавать. Пойдем redundepsjuk. Пойдем verder. Продолжение следует... Поехать. Пойдем через… ...п murmuring. Пойдем дальше. Пойдем兒. Пойдем теперь. Пойдем дальше к Provérative. Пойдем дальше к Gün tipus. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пойдемте, я покажу вам, в чем отличается наша загрузка... То есть я же обещал... У нас эти по-разному загружены... Покажи, как у тебя загружено... А то я людям обещал показать, что у нас с тобой загрузки разные... У меня 4 свечки... Потом двойка, потом свечка, потом все по два... Потом двойка, потом свечка... А, вот здесь еще единичка... Видишь, а у меня 3... Свечка... Двойка... И потом по два, и в конце один... Ну ладно, нормально все проехал... Ну конечно, для зимы бы была эта разлицовка... Это вот такую щетку дали... Да... Ё-моё... Вот мне кажется... В 0,73 эта щетка бы... Симпатичнее смотрелось... Могу продать... Да, ё-моё, у меня есть... Я знаю, что ты все продал... Воздух готов мне продать... Не, ну воздух уже так... Да... По дешевке, да? Ха-ха... Все, 12 часов я уже выгружен... Пойдем сейчас выметим в прицепе... Давно надо было уже это сделать... Лень, матушка... Переставим эти... Шелезяки... На правый борт... Ну, правый борт редко открывается... Чтобы они... Если какая-то боковая... Все равно придется таскать... Не, авген... Паркуется... Сейчас я его выкину... Ну, вот так-то лучше... Сейчас по четыре стоит на каждую сторону... Все... Пол тоже чистенький... Выметен... Одна просьба... Уважаемое руководство... Не посылайте меня на загрузку... Где нужно раскрывать две стороны... Эту открыть... Никаких проблем... Надо переставить... Если вдруг насыпной груз там... Навалом что-нибудь... Эти шесть штук... На каждой по две... Я переставлю... Тоже никаких вопросов... Но если две... Две стороны надо расчехлить... То здесь эти 12 снять... Потом их обратно одеть... Вот у меня такая маленькая просьба... Может услышит... Пожалуйста... Наверное, загрузку читает... Все... Понимаете... Всё! Всё! У.-ащито update... В КЛК IfIS